Су-57 гадания на кофейной гуще. В последнее время многие СМИ начали информировать нас об очередной перемаге. А именно о том, что вот-вот скоро, можно сказать, послезавтра начнутся поставки Су-57 в войско. Прямо сразу в строевые части. И даже наши ура-эксперты начинают вроде как на полном серьезе рассуждать на тему того, а куда же пойдут эти самолеты, сразу в Крым, или в полки ОВА. Для того, чтобы новый самолет попал в строевую часть, надо, в первую очередь, чтобы эта часть была к тому готова. Что это значит? А всего-навсего, должен быть готов летный инженерно-технический состав части. И все, и будет счастье без аварийной полеты. Но значит, эти составы где-то кто-то как-то должен обучить. И вот тут начинаются не просто вопросы. Вопросище. На самом деле один. Где прошли обучение летные и технические составы истребительных частей ОВА. В принципе, да, у нас есть такие полезные заведения, как например, Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС. Находится этот центр в Липецке и является крупнейшим центром такого плана в российских ВКС. В Липецке о перспективе получения двух самолетов Су-57 известно. Их ждут в следующем году. И однозначно это будут машины с двигателями первого этапа, потому что тут двигатель так и не доведен до ума, но на безрыбье и сорока соколом станет. И Су-57 первого этапа сгодится, поскольку необходимо будет потратить довольно большое количество времени на то, чтобы фактически разобрать самолеты, образно, и изучить их на 110%. А потом уже начинать учить других техников и летчиков. Логично? Вполне. Собственно, ничего такого я не открыл. Эта практика работает бог знает сколько времени. Сперва новая техника изучается инструкторами, потом инструкторы учат других. Вопрос, где и кем были обучены некие истребительные полки в Южном военном округе? Ответ Гарри Поттер и соответствующие заклинания неуместен. Равно как и ссылки типа обучили на заводе производителей, ОКП Сухова и так далее, поскольку это глупость. Итак, в главном учебном центре ВВС РФ в Лепецке новых машин нет. Учить ни на чем. Но в каких-то там полках Су-57 вот-вот появится. Да, можно констатировать факт, что сегодняшний уровень профессионализма российских СМИ просто ужасен. Главное четко выполнить заказ. А как будет выглядеть издание это вопрос 30-й. Но если перевести на русский все, что было написано в российских СМИ, получается просто великолепная картина. Новые самолеты Су-57.1 будут отправлены в какой-то полк Южного ВО, где никто понятия не имеет, как их обслуживать, ремонтировать в нюансах. Но что-нибудь да придумается. В конце концов, кто мешает действовать по аналогии? А что, движки такие на Су-35 стоят? Можно инструкцию полистать. Авионика и прочая мелочевка. Ну, летчики, в конце концов, или куда? Тут на то у порога, что, слабо, что ли, самим. Короче, дуребред. Но очень возвышенно и оптимистично. Но вряд ли летчиков в полках будут под пистолетом запихивать в кабины самолетов и самостоятельно осваивать технику. Искренне надеюсь, что такого не будет. Самолет все-таки не танк. Подороже будет. Хоть это остановит. Но давайте серьезно посмотрим на перспективы получения и применения Су-57. Нами, а не Китаем и Турцией. Эти-то как раз точно получат, если захотят. У нас все вроде друзей и союзников. Су-57 у нас есть. Это факт. Думаю, что и все вопросы, связанные с испытаниями, этот десяток самолетов решает. Ну что дальше? Дальше точно есть контракт, который громогласно был заключен на шоу «Армия-2018». Контракт огромный и серьезный. На два, две, машины. Как раз для Липецкого ЦБП и ПЛС. Чтобы было на чем готовить и летчиков, и техников, это понятно. Дальше. Дальше у нас вот что. В 2020 или 2021 годах планируется заключить еще один контракт. На поставку 13-13 машин до 2025 года. Не знаю, как там насчет истребительных полков и УВА. Эта цифра говорит максимум об одной эскадрилье в составе одного авиационного истребительного полка. Истребители, если что поправьте. Можно, конечно, раскидать по нескольким полкам, но опять же бред. Что выглядит не очень красиво. Правильно, количество. Дело тут в замкнутом круге экономики, который еще Маркс придумал и который сложно обойти. Такое микросерийное производство приведет к тому, что стоимость одной единицы возрастет. И возрастет сильно. За примерами далеко ходить не надо. Мы вдоволь покритиковали F-22A и F-35, которые стоили просто огромных сумм. Тем не менее, F-35 в серию пошел и а чудо дешевеет. У нас серии в прямом смысле не предвидится, как раз поэтому. Давайте зададим вопрос, а зачем вообще нужен этот Су-57? Ну кроме надувания щек в стиле А у нас есть пятое поколение. У нас и авианосец теоретически есть, и танк с необитаемой башней, а толку с них? Вот и тут совершенно все такой же. Если подумать, то Су-57 лучше всего подходит на роль замены древних Су-27, которые все еще служат. Да, тех, которые еще советской постройки. Разумно? Нет. Убивает снова экономика. Су-27 логичнее поменять на уже освоенные Су-30 и СМ-2 или даже Су-35. Более дешевые и реально освоенные самолеты. А Су-57 сегодня, именно сегодня, не имеет никаких преимуществ перед тем же Су-35, поскольку для него все еще нет того двигателя. Будет поговорим, а пока Су-35 совершенно выгоднее осмотрится. Получается интересно, что Су-57, который все еще 4++, ничем не выгоднее Су-35, который 4+. Но дороже. Смысл тогда огород городить. Потому-то в рамках ГПВ и сроки, и объемы постоянно сдвигаются. И не вправо, а вдаль. К горизонту. Помните, да? ГПВ 2011 и 2020 годы, как озвучили, что к 2020 году у нас будет аж 52 истребителя пятого поколения. Сперва по 8 штук в год, а потом по 14. И к 2020 году, который завтра фактически, у нас на выходе фактически два полка Су-57. Весомо. Но увы, что-то как всегда не взлетело, и 52 самолета в 2015 году деградировали в 12, то есть эскадрилью. В 2017 году эскадрилья усохла до невнятной установочной партии в 6, 6, самолетов, и эпический, но закономерный, финал два самолета в 2018 году. От 52 самолетов осталось два. Финал как бы не очень. Но это только начало. В том же 2017 году была озвучена реальная скорректированная цифра потребности в этих самолетах. 200-220 единиц. Цифра, кстати, не совсем с потолка. Это как раз приблизительное количество Су-27, кроме модификации Су-27СМ-3, и МиГ-29, кроме МиГ-29СМТ. 187 самолетов реально старых морально и физически. Замените с двумя сотнями новейших истребителей пятого поколения. Почему нет? Потому что для нормального Су-57 двигателя пока нет. И будет ли он в заявленные 2023-2025 годах, тут еще вопрос. Плюс гора элементов в самолете с пометкой «Новая». Значит будут детские болезни на местах, будет исправление ионах. Но самое главное, конечно, двигатель. Когда мы получим этот двигатель, который все еще изделия 30, мы получим самолет. Дальше обкатка, обучение и так далее. Значит, плюс еще минимум 5 лет. То есть минимум 2030 год как начало счета. Если взять среднюю цифру возможного выпуска истребителей в год 8 плюс 14 2 равно 11, то есть фактически 10 для простоты по счету, то, чтобы реально поиметь на аэродромах 200 самолетов, потребуется 20 лет. Но если напрячься, серийное производство, возможности наших людей, хорошо, пусть будет 15. То есть фактически на заявленном максимуме выпусков 14 самолетов в год. 15 лет на перевооружение. 200 самолетов. Учитывая, что США уже наклепали более 400 F-35, и поставив на конвейер, все таки удешевили производство настолько, что о покупке этой машины заговорили даже нищеброды военного бюджета вроде Румынии и Финляндии. То дело дрянь. Сколько наших потенциальных противников получат F-35 через 15 лет? Сложно сказать, но наши американские партнеры умеют работать, и потому сомнений нет много. И как сегодня нам особо нечего ловить в воздухе, так все будет обстоять и через 15 лет. Просто если сегодня на один наш Су-57 приходится 40 штук F-35, то через 15 лет их будет реально еще больше. И не факт, что это будет пятое поколение. А если седьмое? Тут вопрос в том, что в роли догоняющих не всегда удобно играть. В роли догоняющих хорошо проигрывать. Да, согласен. Вопросы стратегии, тактики и наших весьма классных комплексов ПВО и РЭП. И понятно, что последняя мировая будет вестись с применением ядерного оружия и все такое. И в принципе все равно, на каких самолетах наши летчики будут выходить в свой последний бой. Тут соглашусь. Хоть на Ил-2. Т-34 сейчас начнут в Омске выпускать, чего бы Воронеж не напрячь выпуском Ил-2. А если не последняя, а всего-навсего третья Ировая? И без я. А, серьезно, а если мир не решится на самоубийство? И потом, у нас в мире еще полно горячих местечек типа Сирии, Украины, Донбасса, Ливии. Началось там, да, где как бы применение яао нецелесообразно. Не стоят они того. Вот как раз такие конфликты и наличие у сторон хорошо оснащенных сил общего назначения, в которые входят и большая часть ВВС позволяет и не применить яао, и решить вопрос без его применения. Особенно в странах третьего и четвертого мира. Но если мы не в состоянии наладить выпуск с достаточной скоростью и в достаточных количествах, к чему тогда все это? Впрочем, сегодня у нас такой подход вполне нормальное дело. Да, у нас есть, например, Т-14 Армата. Но зачем она нужна, если есть отличный танк Т-72Б3? Почти ничем не уступающий потомку, а кое в чем и превосходящий. В цене и количестве. У нас есть прекрасный автомат АН-64 АК-12. Но зачем они? Ведь есть прекрасный и проверенный АК-74М. Не старые ведь вещи, всего-то там 45-50 лет, повоюют еще. То же самое наблюдается и с Су-57. Он, получается, тоже не нужен. А значит, что? Значит, можно просто выдохнуть и спокойно тратить деньги на более прикольные и веселые вещи. Показушные соревнования типа армейские игры, мегафорумы типа армия, и, конечно, строительство церквей и филиалов парка Патриот. Понятно, что главный храм Вооруженных сил России на 6000 мест даст намного больше прироста бароноспособности страны, чем какой-то там истребитель пятого поколения. Но по сути все вышеперечисленное называется нецелевое использование бюджетных средств. Впрочем, к иконам вместо пушек нам не привыкать. Было такое в нашей истории в начале прошлого века. Чем закончилась русско-японская война, думаю, напоминать не стоит. С каждым днем все больше и больше странностей в плане вооружения. Все меньше и меньше реальных проектов, все больше сказок, которые вряд ли и станут былью. И красивых мультиков. Возможно, все сказанное о Су-57 действительно не более чем гадание на кофейной гуще, но исход его как-то не очень приятный на вкус.